Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Антон Васильевич Гурин, пластический хирург, онколог, отделение челюстной хирургии, филиал номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте, Антон Васильевич! Здравствуйте! А тема нашей сегодняшней программы – лазер или скальпель. Поговорим об этом. Тема актуальная, тема очень интересная. Итак, Антон Васильевич, какие методы удаления новообразований кожи существуют? Глобально можно выделить методы, которые подразумевают хирургическое удаление и все другие нехирургические методы лечения, по-другому скажем, консервативные терапевтические. Я кратко останавливаюсь на терапевтических, потому что это не тема нашей передачи. Существуют методы лучевой терапии, методы мазетерапии, химического воздействия, лекарственных препаратов. По хирургическим методам здесь гораздо все интереснее, потому что широта метода применения хирургических гораздо больше. Традиционно это хирургическое удаление скальпелем, это воздействие физическими факторами, приравненным к хирургическим, это лазер, это радиоволновой метод, это заморозка, криодеструкция и всевозможные разновидности методов, основных на выпаривании, выжигании, образовании. Какой метод безопаснее из вышеперечисленного? Ну, скажем так, дипломатично. Все методы безопасны, если они применяются по показаниям. Потому что каждый метод имеет свои плюсы и минусы. В идеале, когда доктор, к которому обратились, одинаково совершенно владеет всеми методами воздействия и лечения, и тогда… И может их даже совмещать? Конечно. Потому что комбинируя методы, всегда можно достичь лучшего косметического результата, лучшего отдаленного результата. Ну, скажем, можно определить широту применения метода. Для скальпеля, для хирургического метода лечения, это самая большая возможность, потому что этот метод самый контролируемый и самый прогнозируемый. Объясню, почему. Вот материал мы, соответственно, удалили скальпелем. Удаленная ткань отправляется к эпатоморфологам. И они изучают, не осталось ли опухолевых клеток в крае резекции, какого гистотипа опухоль. То есть, метод самый надежный и безопасный с точки зрения онконосторожности. Такие методы, как лазер, радиоволновая деструкция, они допустимы только для доброкачественных образований, поэтому не стоит ими злоупотреблять. То есть, и в одном, и в другом методе есть как свои плюсы, так и свои минусы? Безусловно. Какой выбрать метод лечения? И как это сделать правильно? Кто должен? За кем должно оставаться последнее слово? Мы живем во время агрессивной рекламы. И, к сожалению, люди перенасыщены информацией, допустим, о конкретном методе лазер. Я очень люблю данную методику, тем более широта воздействия. Здесь и косметические процедуры, и, допустим, удаление татуировок, шлифовка рубцов. То есть, широта применения большая, но из-за гипертиражирования люди приходят в клинику с одним вопросом. Вы удаляете лазером? А, к сожалению, мало доступной информации о том, что не всегда безопасно и стоит удалять лазером. Допустим, на образование самительного характера категорически нельзя удалять лазером. И это не мое мнение, это прописная истина среди онкологов. На каждой конференции, каждый доклад начинается с того, что все онкологические заболевания на коже необходимо удалять скальпелем. Это золотой стандарт. И очень в редких случаях, когда это проводят метры-онкологи, дермато-онкологи, которые стояли у стоков методик, допустим, лазеродеструкции, можно допускать применение. Это имеется в виду при очень небольших образованиях. Хотелось бы подробнее сказать, чтобы удалить опухоль полностью, необходимо ее иссякать или удалять в пределах здоровых тканей. И когда хирург иссякает скальпелем, он всегда может отметить необходимый отступ. Скажем, для злокачественных опухолей он колеблется от 4 мм до 15 мм. В некоторых случаях более. А когда доктор, который удаляет лазером, он невольно пытается сузить удаляемую опухоль, потому что получится очень большая раневая поверхность. И от этого мы имеем часто рецидивы, допустим, злокачественных на образование кожи, которые изначально удалены лазером. То есть прежде чем принять решение пойти в косметический салон для удаления чего-либо лазером и обратиться к тому или иному специалисту, все-таки необходимо проконсультироваться с врачом. Я вот хочу даже продолжить вашу мысль. Желательно обратиться не просто к доктору, а к доктору, который находится в учреждении, скажем, с большим потоком пациентов. Как правило, это ведущие онкологические центры, где есть профильный кабинет. То есть обратиться не к специалисту, который встречается с этими проблемами на образовании раз в месяц или раз в году, а к высокопотоковым учреждением. Это институты онкологические Герцена, Блохина, это онкодиспансеры. Там, где действительно высокий уровень специалистов и где действительно смогут точно определить природу этого образования. И с этим встречаются очень часто, и где представлены все варианты лечения. Не только лазер, есть возможность и хирургического удаления, и криодеструкция. Я подробнее потом остановлюсь на криодеструкции, потому что, к сожалению, этот метод мало где изучен, представлен. Он хорошо представлен, разработан в институте онкологии Блохина в Москве и в институте онкологии Петрова, Санкт-Петербургина. Что это такое? Это воздействие сверхнизкими температурами на пораженную ткань или патологический очаг. То есть заморозка? Заморозка. В прямом и переносном смысле. В чем уникальность метода? Что мы не получаем дефект ткани, как после лазера или после радиочастотной абляции. Ткани, уже они жизнеспособные, они остаются на кожном покрове и служат своего рода биоповязкой. И мы имеем колоссальный плюс – нет раневой поверхности, нет риска инфицирования. Человек продолжает жить обычной жизнью и образование с течением времени замещается в здоровой ткани. За счет этого мы получаем потрясающие косметические результаты. То есть вы сторонник кривого метода? Я его поборник. К счастью, я встречаю коллег уважаемых, которые могут позволить высказывать свое мнение в уважаемых кругах, в профессиональной среде. Допустим, профессор Пустынский, институт онкологии Блохина, это ученик академика Пачеса, они разработали еще криолучевой метод. То есть воздействие и лучевой терапии, облучения, и криодеструкции. И это спасение для небольшого числа пациентов в плане, потому что редко, когда опухоль достигает огромных размеров, как правило, человек обращается за помощью своевременно. Но такие ситуации бывают из отдаленных регионов или по каким-то другим причинам человек не смог получить помощь в лечении. Это для них спасение, потому что... Что касается Санкт-Петербурга, метод получил развитие, благодаря профессору Прохорову Георгиевичу, совместно с группой ученых, инженеров, физиков, была создана уникальная установка у нас в России, позволяющая проводить пункционную заморозку опухоли, криодеструкцию, то есть трубнодоступных локализаций. Мы имеем тоненькую иголочку, которая замораживается только на конце. И можно без травматичного доступа воздействовать на глубоко расположенные опухоли. Если касается опухоли кожи, это актуально для слухового прохода, полости носа и так далее. Применяете ли Вы этот метод в госпитале и как можно попасть к Вам на прием? В госпитале представлены все методы лечения. Помимо рассказанных методик у нас широко применяются и лазеры, и криодеструкция, и радиочастотная абляция, хирургические методики и, соответственно, комбинированные варианты лечения. Если говорить о госпитале, сейчас сформирован очень большой поток пациентов из Московской области, из России. И средняя проходимость в год достигает более 300 человек со злокачественными опухолями кожи и свыше 2000 человек с доброкачественными образованиями кожи. Это может успокоить пациентов, когда они приходят и понимают, что эти операции проводятся на высоком уровне, эти операции отработаны до рутинных моментов. То есть практически можете проводить их с закрытыми глазами? Каждая операция уникальная, каждая операция требует подготовки. Но, допустим, если в учреждениях непрофильного характера данная операция проводится 1-2 в неделю или реже, у нас операция проводится 3-5 операций в день ежедневно. Поэтому у нас большой опыт и можно всегда успокоить пациента наглядными примерами. Фото пациента до, после, до, после. Это действует успокаивающе. Но в любом случае можно к вам приехать записаться на консультацию. Для этого нужно всего лишь паспорт и страховой полис. Наше учреждение является стационаром. Мы не поликлиника. Мы сразу открыты для человека готового для стационарного лечения, госпитализации. Но по поручению командира мы открыты для консультивной поддержки. Бывают моменты, когда специалисты в поликлиниках не всегда могут принять решение самостоятельно. Поэтому любой житель Одинцова, Одинцовского района может обратиться в свою поликлинику по месту жительства, к терапевту, хирургу или другому специалисту. И попросить направление, это справка 057У, для консультации в филиал номер 3, 3-й центральный военно-клинический госпитал имени Вишневского. Консультация будет являться своего рода пропуском для прохода на территорию госпиталя. Антон Васильевич, как записаться на удаление через госуслуги? И возможно ли это? Мы живем в век цифровых технологий. Наша жизнь облегчается всевозможными приложениями, доступностью. Я долгое время совмещал работу в госпитале с работой в поликлинике номер 1 Одинцовской областной больнице. Вы знаете, очень облегчает запись через госуслуги. Я всем рекомендую, советую зарегистрироваться. Во-первых, вы записываетесь в конкретном времени, вы можете выбрать специалиста, которому хотите попасть. Доступность, конечно, очень сильно выросла. Ну и, соответственно, по поводу удаления. Удалением на образовании кожи занимаются хирурги, это их пребрегатива. Поэтому, чтобы смело, спокойно попасть в хирургу и удалиться на образование кожи, запишите сначала либо к онкологу, либо к дерматологу, либо в госпитале. Обращайтесь. Мы посоветуем наиболее безопасный, оптимальный и косметичный метод удаления. Антон Васильевич, в какое время года лучше всего планировать удаление новообразований кожи? Всегда мы исходим из новообразования кожи. Злокачественная природа или доброкачественная. Конечно, если это злокачественное образование кожи, время года для нас не имеет значения. Когда вывели, чем раньше, тем лучше. Что касается доброкачественных на образовании кожи, здесь привычное время удаления – это зима-осень, когда у нас нет повышенной инсоляции. Но если на образование кожи небольшого размера и локализуется на коже туловище, закрытых участках тела, то возможно планировать и весеннее, летнее время года. Как подготовиться к консультации и удалению? Мария, спасибо за этот вопрос, потому что часто красивые девушки, дамы, они приходят с таким хорошим макияжем. И особенно если на образование на лице, то приходится просить сначала умыться. Поэтому как подготовиться? Не носить косметику. Если у вас образование кожи, которое не совсем явно проявляется, не стоит использовать последние, перед приемом, две недели крема, мази, лосьоны и так далее. Потому что это может смазать клиническую картину. Исключить косметику, исключить лекарственные препараты, какие-то красящие вещества, зеленка, фукорцин. Как ухаживать за раной после удаления? И насколько быстрый этап восстановления? Самый быстрый этап заживления и восстановления – это после хирургического иссечения скальпиума. Почему я всегда предлагаю в первую очередь хирургическое удаление. Специальный уход требуется только на период ношения повязки. Достаточно не допускать попадания грязи, инфекции в послеоперационную повязку. Что касается криодеструкции – метод, который я очень люблю, который не требует дополнительного ухода. Как правило, ткани не повреждены, нет входных ворот для инфекции. Достаточно просто соблюдать повседневную гигиену. То есть умываться, принимать душ. Что касается удаления деструктивными методами – лазер, деструкция, радиочастотная абляция. Здесь мы всегда имеем раневую поверхность, поэтому здесь нужен полный спектр обработки ран. Это, как правило, водные антисептики. К примеру, водный хлорогексидин. Ни в коем случае не спиртовой, потому что он нарушает заживление, естественно, зажигает белки кожи. И это может быть какой-то подсушивающий препарат, допустим, бониоцин в порошке. Либо некоторые хирурги предпочитают использовать еще фукорцин. Это аналог бринантовой зеленки, нашей всеми любимой. Но в последний день, кстати, на зеленку часто аллергия возникает. Не знаю, с чем это связано. Поэтому я всех больше призываю использовать фукорцин. Антон Васильевич, но все-таки Вы за скальпель или лазер? Или за объединение этих методов и успешную компиляцию? Я за широту возможности арсенала доктора-хирурга, который занимается удалением образования кожи. Опять-таки можно вспомнить быль, рассказанную моими коллегами на симпозиуме в Германии. С жарким докладом дерматолог выступал за то, что удалять на образование кожи злокачественные должны и дерматологи. Он все спрашивает, почему не онкологи? Он говорит, а почему я должен, может быть, вульгарно звучит, отдать свой хлеб онкологам-хирургам? К сожалению, мы живем в такое непростое время, когда развивается активно платная медицина. И, к сожалению, доктора, они вынуждены максимально помочь пациенту непосредственно на приеме. И не всегда есть возможность перенаправить другому доктору или другое лечебное учреждение, потому что мы порой ограничены маршрутизациями, возможностью платной, бесплатной медицины. Поэтому хочу посоветовать докторам, которые занимаются лечением образования кожи, осваивать все методы лечения, чтобы пациент не страдал ни в коем образе от того, что в клинике или конкретно доктор может обеспечить только один метод. Конечно же, скальпель – это золотой стандарт лечения, образования кожи. В нашей рутинной работе доброкачественного образования кожи мы стараемся удалять криудеструкции, потому что метод нам хорошо изучен, разработан с точки зрения методологии. Если нас будут слышать коллеги-врачи-доктора, особенно драматологи, криудеструкция – это очень широкое понятие, которое включает и аппаратную, инструментальную криудеструкцию, и криорошение, не только воздействие открытого азота, как раньше было принято в советское время, ватные палочки и воздействие. Косметичность метода, конечно, уникальная. Ну и, конечно, когда на образовании кожи имеют большую экзофитную часть, мы прибегаем к помощи лазера, когулятора, чтобы уменьшить объем тканей. Спасибо, Антон Васильевич, за интересную беседу. Спасибо, Мария. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин